хорошо изначально я начинал писать это видео под релиз скаутки присяжные в тупике и я буду называть ее английским названием уж простите хэнк джури но по ходу написания я понял что хочется в принципе поговорить про скамбутки о проблеме винтовок разведчика в целом хэнк джури стала просто хорошим поводом поскольку я ее с трудом выбил и она вообще не соответствует ожиданиям дело в том что эта винтовка из первой части и там она была для многих любимым основным оружием в пве для меня в том числе в эру дополнения the taking king она как появилась в игре так очень прочно закрепилась в ладауте до этого тогда моим основным оружием была другая скаутка vision of confluence из рейда болтов глаз которая как вы догадываетесь теперь тоже в игре и вы могли видеть меня с ней на стримах и в роликах и она также звезд с неба не хватает тогда вопрос в чем проблема а проблема в том что уже который год который сезон игроки говорят о том что скауткам необходим баф в пве это оружие совершенно незаметно в игре еще во втором году после релиза отвергнутая когда одним из пинакол оружие была винтовка кислород которая тогда всем кстати и напомнила хэнк джури сообщество постоянно поднимала тему того что скаутка изначально не имеет никакого потенциала в игре до тех пор пока студия не решит исправить это недоразумение несправедливое недоразумение вот просто на минуточку что я говорил в своем видео с обзором винтовки кислород в марте 2019 года давайте несколько фраз возьмем оттуда сначала глянем на винтовку и ее перки поближе а что с фокусом ну да она до смешного похоже на винтовку хэнк джури из первой части крутая была скаутка я вот в белый покрасил и вообще как ближайший родственник теперь выглядит но все еще хочется чуть большего очень надеюсь на скорый баф скауток можно даже только в пве первой части я обожал играть с этим типом оружия и например легендарную vision of confluence не выпускал из рук до самого taking king а ну а потом уже поменял на уже упомянутую мной ранее хэнк джури чувствуете горькая ирония сегодняшнего дня даже тогда про скаутку с вога вспоминал кто бы мне сказал что спустя пару лет я в destiny 2 в страйке из первой части буду выбивать скаутку из первой части на той же неделе когда появится рейд из первой части боже мой при этом хэнк джури не самая плохая скаутка по набору перков тут есть из чего выбрать есть чем поиграть но после того как выбьешь ее попробуешь понимаешь что к сожалению никакой ролл не спасает банджи в прошлом сезоне сделали невероятный подарок нормально работающую скаутку истории мертвеца с модом из артефакта я ее вообще из рук не выпускал и по чемпионам достойный урон и по мелким мобам и в казуальном пве и в пве высокого уровня даже гранд мастер я фармил тогда с ней все отлично работало я тогда еще подумал что может быть глядя на то насколько хороша история мертвеца мы можем надеяться на реальное усиление винтовок разведчика в следующем сезоне до в том сезоне благодаря моду на увеличение урона на дистанции к сожалению забыл его название я и с легендарными скаутками гранд мастера закрывал регулярно например вот с этой винтовка вечной тайны то есть в некоторые сезоны можно сделать так чтобы скаутки работали нормально а в остальное время я вам запрещаю к сожалению я не смог найти тот самый выпуск твап в котором разработчики писали о причинах по которым они не могут бафнуть скаутки это было чуть ли не год наверное назад суть тогда была такой что на их взгляд скаутки занимают свою нишу в балансе игры правильное место они являются очень дальнобойным оружием и позволяют оставаться игрокам на расстоянии сравнимым со снайперскими винтовками при этом они используют белые патроны так что даже если бы их бафнули минимально то по словам разработчиков они бы сразу стали имбалансными но для pve destiny в текущем его состоянии это не имеет никакого смысла ни одна хардкорная активность не позволяет вам оставаться достаточно далеко чаще всего вы сталкиваетесь с противником лицом к лицу и даже если вы дойдете до какого-нибудь ну не знаю ангара в nightfalle торговец оружием или вроде того там всегда будут чемпионы прущие на вас турели снайпера в общем будет что-то что вас все равно будет подталкивать вперед либо контролить на таком расстоянии но до этого даже честно говоря даже не дойдет вы скорее возьмете револьвер или пистолет пулемет еще лучше и пойдете на сближение с врагом зная что риск точно оправдается ведь ппшка внесет достаточный урон и опасности никакой по факту то и не будет сейчас даже с перками на урон вы не можете ваншотнуть обычных мелких мобов при прохождении обычного налета из плейлиста с каким-нибудь киллерским магазином например вот здесь где-то на фоне я постараюсь составить геймплей обычного моба с красной полоской здоровья а каком эндгейме может идти речь скаутка иногда вынужденный выбор вот как на том же атеоне я ее часто пикают для отстрела гарпий вдалеке ну или на оракул если вдруг в снайпе патроны кончатся но с каждым разом когда мне приходится делать сотню выстрелов для убийства одного моба я проклинаю этот тип оружия несмотря на мою любовь к нему скауткам смертельно необходим баф к урону в пве я так надеялся на него в этом сезоне когда стало известно о возвращении хэнк джури но опять мимо я стараюсь уходить от такого сравнения но почему скаутки не могут вернуться в то же состояние в котором они были в destiny 1 из-за увеличенного количества бафов из-за того что есть риск что и складе за варлока мы будем слишком уж быстро расправляться с желтыми противниками что на мой взгляд это даже не смешно еще раз мне это не дает покоя почему когда я в сезоне избранный благодаря бафу от мода из артефакта мог вносить нормальный урон с расстояния в 40 с лишним метров под чемпионом и боссом это не ломало баланс а теперь вот в чем отличие да чувствуется конечно некая эмоциональность в моих сегодняшних рассуждениях но и правильно потому что я возмущен я возмущен от того что целый тип вооружения просто не используется при том что новые пушки этого типа в игру добавляются точнее используется только для чистки щитов на барьерных чемпионах это ведь единственная причина взять сейчас винтовку разведчиков грандмастер верно у нас есть бриллиантовая идеальная скаутка история мертвеца которая великолепна во всем и как я уже сказал я играя с ней думал что вот он предвестник бафа винтовок разведчика только посмотрите как с ней весело играть но настал новый сезон принес несколько легендарных легендарных скауток и теперь уже очевидно что скорее понерфают историю мертвеца чем бафнут остальной тип оружия если же вам все же упала хорошая хэнк жюри оставляйте ее может быть мы доживем до времен когда все это богатство заиграет ведь теперь хотя бы срок годности у оружия убрали спасибо за просмотр за подписку до связи